И Кришна говорит сам, что мои гопи, мои преданные, они как нектар. Где бы я ни находился, я там нахожусь, благодаря преданности. Вы знаете, как если взять бутылку с водкой и бросить ее в гангу, она останется там в течение ста лет, но так и не очистится. Поэтому непреданный никогда не сможет быть очищен. Никакими мантрами, молитвами, аскезами. Но если появится в сердце немножко преданности, то этот преданный может сразу очиститься. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но тот, кто рожден в семье собакоедов... Но он мой преданный... Он мне очень благ. Понятно? Понятно. Что случилось с вами? Смотрите, он выглядит 20 лет милее. Он выглядит на 20 лет милее. Он пришел поздно. После урока. Сидите, сидите. Что-нибудь ели с утра? Сегодня икадыша. И это очень важно. Гурдев говорит, что тот, кто следует икадыше, тот непреданный. Икадыша — это мать преданности. Это место появления преданности. Кто-то может быть очень правильным в своих действиях, но если он не следует икадыше, то он не является чистым преданным. Кто-то может. Но если он следует икадыше, то он очень быстро может быть очищен. Икадыша проявилась из левой части тела Кришны. И Кришна сам говорит, что икадыша-деви, кто будет следовать Тебе, тот станет преданным. Читания Маха, который привезли два главных вещей в этот мир, Сарасвати. Чант Харинам, «Follow икадыше». И Читания Маха Прабу принес основные две вещи — воспевать святое имя и следовать икадыше. Кришна — это его воплощение, он пришел как икадыша. Поэтому это очень важно. Поэтому в этот день мы можем поститься, при этом не употребляя воду. Где твоя тела? Вы уйдете в храм, почему не? Даже если живете. Не забывайте. Очень важно. Итак, все грехи, которые соблюдают икадыше, все грехи уходят. И куда они все уходят? В те люди, которые не следуют икадыше. Икадыше хорошо для нас, и плохо для них. Поэтому икадыше очень хороший день для нас, но не очень хороший для них. Даже если вы случайно соблюдете икадыше, это принесет вам очень большой результат. Саддам Хусейн. Вы знаете, что он как бы повесился в икадыше? Они его повесили. Ранним утром, причем. Никто не кушает перед этим. Поэтому должно быть, он постился на Икадыше. Гурдамарх говорит, что он должен был в хорошем месте. Тем более, что он перед этим, скорее всего, Аллах, Акбар. В общем, он пошел в Божье место. Однажды один браамун влюбился в проститутку. Но у него закончились деньги. И поэтому она отказала ему. Он ушел в лес и ты так плакал по ней. Даже есть и пить не мог. И поэтому он так вот проплакал всю ночь, весь день и всю ночь, ничего так и не приняв пищу. Он постился, получается. И посчастливил, что это был счастливый день. И он не спал всю ночь. И поэтому в следующей жизни он стал прохладой Махараджи. Даже когда мы соблюдаем Акадаши из невежества, случайно, все равно результат этого будет очень-очень могущественный. Подумайте, что мы можем получить, если мы делаем это с верой. Все невежество уйдет и придет преданность просто потому, что мы будем следовать Акадашу. Акадаши из невежества уйдет и уйдет и уйдет и уйдет и уйдет и уйдет. Тилок, это очень важно наносить. Окей, all the gods should be in habit. Тилок, Гайатри. So, Krishna-Bhasiti-Bhasiti-Bhara-Paramadharakuri, Bhaktivinathakur, said, Krishna sits in his day of Akkadhasan. Bhaktivinathakur говорит, что Krishna sits. Сидс. So, this day is Krishna himself. И Акадаши – это сам Krishna. Кто уважает Акадаши, тот уважает Krishna, лично. You can think, Акадаши is like Bhakti Devi. There is no... You can think like that. Devotion is so. Вы можете думать то, что Акадаши – это сама Bhakti Devi. Акадаши вообще означает 11. 11 days after the full moon, 11 days after the black moon. 11 days after the full moon and 11 days after the moon. 11 days after the moon. 18 days after the moon. Новолуние. Новолуние. That is Ekadasy. И это называется Ekadasy. Ekadasy means 11. Ekadasy – это 11. Ekadasy does not mean just eating картошки. Ekadasy means engaging our living senses in the service of Krishna. Экадыш означает вовлечение 11 наших чувств в служение. Все вот эти пять. Синь. Синь. Зрение. Обоняние. Вкус. Слух. Осизание. Все вот эти пять чувств для знания. Благодаря этим чувствам мы обретаем знания. И пять чувств действий. Это чувства наших действий. Ноги. 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 Руки. Дагестин. Пищеварение. Спич. Речь. Гениталии. Анус. Ну и вот. Скажи, не бойся. И ум. Одиннадцать. Одиннадцать. Обусловленная душа использует все эти одиннадцать чувств для наслаждения в этом мире. Да, Марина? Да. Глаза нам для того, чтобы наслаждаться формой, уши, чтобы наслаждаться звуком. И такова материальная жизнь. И такова материальная жизнь. Собаки это делают. Рыбы. Насекомые. Насекомые. И люди тоже. Ничего особенного в людях. Ничего особенного в людях. Ничего особенного в людях. Даже у червя в испражнениях тоже есть девушки. Камал, например, думает, что она очень особенная. Не, ничего особенного в этом нет. But devotees, we use all our senses in the service of Rishikesh, Krishna. These senses are not an obstacle for the devotee. Krishna says, like a turtle. When necessary, he uses his senses. We're not necessary. So devotee use their senses in Krishna's service. We're not necessary. Okay, understand, what's her name? Almira. I understand. So don't use this body just for sense gratification, because all species of life have that choice. And do not use this body only for sense gratification, because all other forms of life also have this privilege. Yes. Almira, understand? Done. Done. Okay. This human life should be meant for serving the Supreme Lord. So the senses do not disturb the devotee. And so the senses do not disturb the devotee. Snake is very dangerous. But you pull out his teeth. You can play with him. Come on. You're not afraid, because no teeth. You are not afraid because no teeth. Wow. Good. So the devotees' senses are like snakes with teeth pulled out. И поэтому чувства преданных, они как змея без зубов. Почему? Потому что это означает... Дух наслаждения. Дух наслаждения. Нет, наслаждаться духом. Духовное наслаждение. Да, потому что это духовное наслаждение. Камала не может даже представить, как это так не наслаждаться духом, поэтому она не может это даже произнести. Ну, Ред. Так как преданный никогда не пытается насладиться своими чувствами, поэтому это как игра, со змеей, которой нет зубов, которая не опасна. И поэтому преданные всегда используют свои чувства в служении Кришне. Окей. Да. Это и есть преданность, да. Это и есть преданность, да. Это и есть преданность, да. Поэтому для чего нам глаза? Глаза, чтобы видеть форму божеств. Язык, он повторяет святое имя Харе Кришне. И чтобы вкушать Прасад. Не так, как Арджуна. Не так, как Арджуна. А для того, чтобы служить Кришне. Нос для того, чтобы вдыхать аромат цветов, которые предложены Господу. Да. Руки для того, чтобы готовить для Кришны, мыть Его посуду, в храме убирать. Уши для того, чтобы услышать о Господе. И таким образом преданные используют все свои чувства, чтобы служить Кришне. И ноги, чтобы идти по святым местам. Совершать парикраму вокруг Тулуси. Понятно, Эльмира? Для чего используют ваши чувства? Понятно, Эльмира? Вот ваши чувства, для чего вам служат? Чтобы чувствовать. Для чувствовать. Для чувствовать. Для чувствовать. Для чувствовать. Наскорректно. Неправильно. Я что, зря что ли все объясняла? Сейчас мы пытаемся приобрести через чувства. Поэтому мы, вот сейчас, в материальном мире, мы стараемся наслаждаться через чувства. Сегодня у меня очень хорошее настроение, очень смешное. И наш ум пытается наслаждаться через чувства. Это даже не ваши чувства и не вы наслаждаетесь, а ваш ум наслаждается. Ты наслаждаешься на самом деле чем-то? Да. Потому что ты не есть это тело. Понимаешь? Душа, она духовна. А ум и чувства, они материальны. Так кто же наслаждается? Не ты. Не ты. Mind and senses are cheating you. Это твой ум и твои чувства, они обманывают тебя. Мы думаем, что мы наслаждаемся, потому что это наш ум и чувства нас обманывают. Они заставляют нас думать, что мы наслаждаемся. И это называется майя, иллюзия. Мы думаем, что мы наслаждаемся, но на самом деле мы ничего не делаем. Но преданные, они всегда пробуждены к знанию о том, что я на самом деле не являюсь этим телом. И поэтому мы ходим, едим, разговариваем. Но мы знаем, что на самом деле мы ничего этого не делаем. Только наши чувства работают с объектами чувств. Понятно? Понятно? Ты машина или водитель машины? Машина. Дитма! Реально? Ты машина или водитель машины? Вдумается. Затем машина или водитель? Что? Как же вы можете контролировать её снаружи? Как же вы можете её контролировать снаружи? Очень? Вы тело или то, что внутри тела? Что внутри тела? Ну что внутри тела. Что внутри. Можно сделать это. Попробуй. Попробуй. Уже лучше. Никто не говорит, вот я тело, если говорят мое тело. И мы имеем это представление, что мы немного отличное тело. Если я отрежу тебе руку и выброшу ее, в окно. В окно, в окно. Ты будешь там, за окном или здесь? Я побегу за рукой. Ты побежишь за этим. Ты побежишь за этим. Так кто побежит за чем? Ты же не побежишь за собой. Ты побежишь за чем-то там. Поэтому важно, что есть это чувство того, что ты не являешься этим телом. Лучше прекратить есть сосиски, тогда все понятно будет. Когда придет интеллект, разум. Тогда, когда у нас ум и сердце загрязнены, мы не можем это понять. Обусловленные души используют свои тела для того, чтобы наслаждаться своими чувствами, а освобожденные души используют свои чувства в служении. И поэтому разница ночи и дня. Когда материалист бодрствует, преданный спит. У них все по-разному. Непреданные, например, думают, что он зол. А мы злые? Ненормальные. Материалисты думают, что мы злые. Это не зависит от материального счастья. А наше счастье не зависит от этого. Если я отрежу твою руку, ты, конечно, будешь взволнован. Потому что ты думаешь, что мой счастье побеспокоил. Как же я теперь смогу открыть банку пива со мной рукой? Для преданного ничего страшного. Если у Камала отрезать руку, разве ей будет не все равно? Потому что я не тело. Она же знает, что она не тело. И в любом случае, Икадыши нам поможет, чтобы понять это. Итак, это одна из главных либов к Двоши. Это одна из самых важных составляющих преданностей. Двучка? Итак, Четенема Павлу был настолько много внимания на Акадыша. Четенема Павлу давал настолько много внимания на Акадыша. Четенема Павлу дал столько много... ...важностей. Столько много прославлял Акадыша, столько много важности придавал Акадыша. И в день Акадыша мы даже не принимаем пищу, зерновые, которые мы предлагали Кришне. Читая Махапа was preaching everywhere against eating food grains на Акадыша. И Читая Махапа везде проповедовал, чтобы в день Акадыша нигде не употребляли зерновую пищу. И Читая Махапа жил 12 лет в Джаганатхапури. И, конечно же, все, кто там жил, на них было большое влияние оказано. Все стали следовать Акадыша. И что случилось? Они стали готовить там сотни и сотни килограмм. Но все стали следовать Акадыша. И таким образом бизнес в храмах, наверное, по распространению пищи, пришел в упадок. много килограммов. И так как следовали Акадыша, эти пури не распространяются. Поэтому бизнес в храмах не упал. Я просто не знаю, что они готовили пури. То есть, да, они готовили пури. Куки пури? Куки в Джаганатхапури? Они готовят сотни килограммов? Да, они готовили пури в Джаганатхапури. Нет, я не знаю. Он не говорит про пури. Готовили килограммы еды. Я так и сказала, что их не распространяли. И поэтому бизнес в храмах пришел в упадок. Потому что все постились. Почему я не помогу? Потому что я говорю, что я правильно. Хорошо, я знаю. И поэтому в день Акадыша Чайтани Махапрабху принесли прасад. Джаганатхапрошаде, он очень важен. А Джаганатхапрошад, он очень важен. Кукурасимукарбраст. Даже если прасад упадет из пасти собаки, преданный возьмет и станет есть его. Он никогда не может быть осквернен. И даже все мусульмане и разных религий могут есть из одной тарелки Джаганатхапрошад. Прасад can never become contaminated. И такой прасад никогда не может быть осквернен. So the priest of Джаганатхапрошад brought so much prasad for Чайтани Махапрабху. И один праист, батюшка, священник, brought prasad. Пуджарис brought so much prasad for Чайтани Махапрабху. Да, и один пуджарис принес очень много прасада Чайтани Махапрабху. They said, this is Джаганатхапрошад, it can be taken anytime. И он сказал ему, это Джаганатхапрошад, и его можно употреблять в любое время. There is no question of Джаганатхапрошад being impure. Потому что нет никакого сомнения в том, что Джаганатхапрошад никогда не может быть осквернен. Understand, Almiro? I don't know. Because Krishna is all pure. Потому что Krishna, он самый чистый. What he accepts becomes all pure also. И то, что он принимает, то становится самым чистым. Okay. Like the sun. Как солнце. Sun shines on many things, dead bodies, пращады, но солнце never becomes contaminant. Это как солнце. Оно светит на все. Оно также светит на испражнения, на какие-то грязные вещи, но оно никогда не загрязняется. Кришна never becomes impure. He purifies everything. Кришна, он очищает все, но никогда не загрязняется. So food grains, accepted by Krishna, always pure. И даже зерновые, которые предложены Кришне, они становятся чистыми. Everything we cook, we should offer to Krishna. И все, что мы предлагаем, все, что мы готовим, мы должны предлагать Кришне. Right, Alexander? Everything. Cooking of it to Krishna. Anabhistam jalamutram bishnu anavedanam. Any food grains not offered to Vishnu is like stool. Any water not offered to Vishnu is like urine. Any food grains not offered to Krishna, it's just like an exercise, and like a maca. And water is like urine. Yes, and water is like maca. 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 I understand, yeah. See, I don't know about everything. We cannot neglect Maha Prasad. If someone gives, you have to take. But today is Ikadashi. Should we eat food grains offered to Krishna in Ikadashi? No. Maha Prasad said, yes, the glories of Jagannatha, Prasad, is unlimited. But Ikadashi is great also. We cannot neglect Prasad. We cannot neglect Ikadashi. We cannot neglect Prasad, but also we cannot neglect Ikadashi. Yeah, good Lord. They put all Prasad in the middle of the room. They put all Prasad in the middle of the room. And all night the devotees, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. And all night the devotees danced around the Maha Prasad. And all the devotees, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare. Eyes closed, Hare Hare Hare. And with the eyes closed, Hare Hare Hare. Arjuna was Hare Hare Hare. Arjuna was Hare 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 Hare. Arjuna came out like this, Hare 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 Hare. And in Ikadashi next morning, after Ikadashi, the devotees broke the fast at the correct time. And on the next day, after Ikadashi, the devotees broke the fast at the correct time. What time is breaking fast tomorrow? After 9.30. And tomorrow, the time to break the fast at the correct time will be at 9.40. We have to pay attention when we break the fast. After 9.40. Even on Ikadashi, we do not take Krishna Prasad. Next day, we may take. And we do not have to take the fast at the right time of Ikadashi, but after we can. How Chaitanya Mahaprabhu followed Ikadashi? One day Chaitanya Mahaprabhu asked his mother, Oh, Mother, please give me one benediction. One day Chaitanya Mahaprabhu asked his mother, Oh, Mother, please give me one benediction. Promise me you will follow Ikadashi. And Mother promised, I promise. And then his mother promised, I promise. So how Chaitanya Mahaprabhu would follow Ikadashi? How Chaitanya Mahaprabhu would follow Ikadashi? You know Chaitanya Mahaprabhu, Keshav Kanta? Keshav Kanta, you know Chaitanya Mahaprabhu? Who is it? You know Marina? Amira? Amira? See that? Marina, Elmira. Who is it? See? Krishna himself in the form of devotee. So Chaitanya Mahaprabhu came as guru to teach us how to do devotion. So Ikadashi is called Harivasa, the sitting place of Krishna. Ikadashi is called Harivasa, the sitting place of Krishna. Shri Harivasa, Hari Ketanavida, Nitya Arambila Prabhu, Jagatera Pran. On Ikadashi day, Chaitanya Mahaprabhu called everyone, everyone come for Kirtan. And hearing the name of Krishna, his own name, he began to dance. When Chaitanya Mahaprabhu was here 500 years ago, hundreds and hundreds of devotees would always be with him. And they all chant the name very loudly. Not like Nenli Mukhi. They are very loud. They are very loud. They are very loud. They are very loud. Purnivan Shivasangam Subhararam Utilokitana Dvani Gopal Gopindam. In a few days we will be there. In Shivasangam. In Navadwip. In Navadwip. In Navadwip. Which is in the mouth of the folk. In Navadwip. It is in Navadwip. In Navadwip. And all the devotees loudly chant the chant the chant the Gopal Gopal Gopindam. И все преданные вот в том месте, когда повторяли очень громко Гопал, Говинда Гопал, Говинда Не вот так, а по-громче Гопал, Говинда Ханибал! Говинда Мриданго, коншелсы, символы И все у них было мриданго This drum is called Mridanga. Mridha means clay. Mridha means clay. Anga means body. Mridanga, his body is made of clay. Incarnation of Krishna's flute. Mridha Chaitanya Mahapoga came as Mahapoga, but no flute? So flute came as 왜냐하면asa al turnr. Mridga. И она издавала очень прекрасный звук. И вот этот звук святого имени, он разрушал все неблагоприятные вещи во всех мирах. Она как старая бабушка. Сидит правильно. Некоторые люди думают, чем вообще занимаются преданные? Они, по-моему, ничем не занимаются. Но на самом деле, один преданный, который воспевает святые имена и рассказывает немного харикадхи, он очищает все вселенные. И материалисты такие, ну чем вы вообще занимаетесь, что вы делаете? Мы можем спросить у них, что вы делаете? Откуда дождь идет? С неба. Нет, на самом деле, от полу-богов. Окей. Когда Суприм Лорд из-плеased, по-чантливому имени, то рень идет. На самом деле, когда Верховный Господь удовлетворен тем, как преданные воспевают святые имена, он посылает им дождь. Рай, Копалию. Правильно? Копалию. Как мы служим Господу в Кали-югу? Брэд. Брэд. Мы воспеваем святые имена. Нет, мы не служим просто святатой и гречки. Мы ему служим на спирале, ему святые имена. Ты любишь Горни Тай? Да. Чанты для счастья. Воспевай святые имена для их счастья. Если они увидят Горпали, который воспевает святые имена, они будут намного счастливее, чем если ты просто корону надеешься. И в Читане Махапрабо он был очень счастлив, потому что все с ним двигаются и поют. В этом материальном мире столько много загрязнений, но самое ужасное загрязнение — это звуковое. Потому что сердца людей загрязнены и оскоренены, они выполняют эти плохие действия. Грешные. Загрязнение звука — это самое ужасное. Как много в Москве людей разговаривают о сексе, о футболе, политике, о футболе, политике. Все это музыка. И вот эти звуковые вибрации, они на самом деле сводят всю мою жизнь. Чем больше мы слышим материальных звуков, тем больше мы привязываемся к телу и к материальным вещам. Так как проститутка крадет все интересные приняты. Мундейные темы — это все интеллигенция. Такие вот разговоры мирские, они просто крадут нашу Россию. И поэтому Чистый Преданный очищает всю Вселенную вот этой звуковой вибрацией Маха. Что делаешь-то? На работу. Сегодня вечером возвращайся. Святое Имя — оно очищает всю Вселенную. И много групп, которые воспевают эти имена. И преданные танцуют в этой группе. Ушакале хойтините коре вишвамба. Читани Маху вишвамба danced from the early morning. И вот так Читани Маха Прабу с этой большой группой преданных он воспевает и танцует с самого утра. А на Пуне мы поедем в то место, где он танцевал. Толстый, ты на Набуне? Толстый, это и есть. Толстый, это и есть. Толстый, это и есть. И мы поедем туда, где Господь танцовал. Другие группы преданных они пели для Читани. Шираз Пандит был гуру одной группы. Макунда был гуру другой группы. Говинда Гош пел в другой группе. И когда Читани Маху падал, Нейтенант его ломил. Гададха Абийджата Саджан Айян Айнан Набихара Фойла Прабу Ракипта. И все преданные они рыдали и в их стаде падали, воспеваясь этой группы. И вот то, как сладко Читани Маха Прабу воспевал свои имена, все преданные плакали. И у них были слезы от счастья. Нейтенант Натте Махапру Вишвам Ба Чанани Талес Суне Ати Ману Ха. И когда он танцевал, то ему было помогать чекам. Так вот акт. И когда он танцевал, то ему было помогать чекам. Так вот акт. И тогда, когда Господь танцевал, его гирлянда даже распадалась. Ну, он отцвался с ним, а потом распадалась. Потому что это имя, оно дамало столько экстазов. Как вы себя вчера вечером чувствовали, когда вы спевали после того, как мы пели все вместе Киртом? Даже Сараду казалось счастливой. И когда он танцует, даже его одежда спадает. И когда он танцует, даже его одежда спадает. А, испеваясь это имя Вальмике, достиг совершенства. Всего лишь полчаса осталось. Мы можем совершить полностью полностью, потому что хотя бы до полу, то нужно совершать обязательно просто. и мы должны уважать Кадыша. Потому что ум, он всегда ищет наслаждение. Поэтому никогда ему не доверяйте. В большинстве, чаще всего, я не завтракаю. Но на Кадыша обязательно проснусь, и у меня такая мысль, я голодный. Потому что ум, он такой, очень злой. Поэтому его нужно наказывать. Тогда он научит свою лестницу. Валмикки достигла совершенства, повторяю, святые люди. И он был преступником. 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 Камала пытается меня убить. Камала все время путает. Он был очень криминальным убитым. Он убил столько брахманов. Но однажды, ему очень посчастливилось, он встретил великого святого Нараду Риши. И он пошел его убить. Но не смог. У Нарада столько силы. У Нарада столько силы. И Нарада такой спросил, ты что хочешь меня убить? Почему? Ну как же. Ну, мне нужно содержать свою семью. Ты что, не знаешь, сколько много греха в том, чтобы убивать людей? Я не знаю. Я не знаю. И Вальмики вдруг увидел будущее. Столько много страданий. Все, потому что за все сосиски, которые мы съедаем. За все рыбы, за всех куриц, коров. Они все ждут тебя. Они тебе тоже скажут. И вот если мы будем так делать, то они будут ждать нас потом. И в следующей жизни они на нас отыграются. Вальмики, что говорить о убивании животных? Что говорить о убивании животных? Что говорить о убивании людей? Вальмики увидел будущее, и он такой, о боже. О убивании животных. И сейчас он сказал, что это твой грех, это результат твоих действий. И вальмики, что я могу сделать? Все это ты сделал для твоей семьи, правильно? Тогда иди и спроси у своей семьи, кто-нибудь из них возьмет на себя ответственность за твои грехи? И он пошел вот так и стал спрашивать своей жены, дядей, тетей. И мы часто думаем, что наша семья нас любит. Но если мы подойдем к кому-нибудь из тех, кто нас любит, и скажем, ты будешь страдать за мои грехи? Ты берешь мои деньги, почему не мои грехи? Никто не возьмет наши грехи. И Вальмики вот так вот спросил каждого, но все сказали, нет, нет, нет. И он говорит, я думал, что эти люди меня любят, но оказывается они совсем меня не любят. И он упал тогда к стопам Нарды. О Грудеев, как я могу быть спасен? Нарад Муни сказал, chose the name of Ram. И тогда Нарада Муни дал ему Джопа Мало и сказал, воспевай имена Рама. Ра-ма. Рам. Рама. Рамы? Рама. Ра-ма. 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 Если мы говорим Ра, то все грехи уходят. Ма-ма, они не могут вернуться. Ма-ма, они не могут вернуться. Но он был настолько греховен, что он даже не мог сказать и произнести это Рама. Скажи Рама. Рама. Скажи Рама, давай проверим! Рама. Кришна? Рама? Раде? Нитайго? Не так плохо. Симплый человек не может произнести, реально. Я помню, в Китае был случай. Одна женщина, доктор. Доктор, она делает аборты. Даже просто смотря на нее, ты чувствуешь себя больной. Стань вегетарианкой? Нет. Смени свою работу. Не так нет. Чант на имя Кришна? Попробуй повтори Харе Кришна. Она не могла повторить. Она не могла повторить. Она не могла повторить. Это очень удивило, Махараджа. Так просто, удивительно. Она не могла повторить. Я помню. Я помню. Я дал ей Прасаду. Я дал ей Прасаду. Я ничего не смогла сделать то, что мы просили. Мы дали ей Прасаду. Маха Прасад, Говинде, Намбра, Мани Ваишнаве, Свал, Папуни, Бхатарад, Бисвас, Навиджатим. Только тот, кто имеет пious activities from previous lives, он может быть вероят в Господь и Маха Прасаду. И вот в этой песне, которую мы поем перед Прасадом, говорится, что только люди, которые совершали очень благочестивые действия в прошлых жизнях, могут в этой жизни поверить в Маха Прасад и в силу Ваишнавов. Гурудев рассказывает историю. Ужасная история. Интересная. Когда Индия и Пакистан были разделены, все индусы из Пакистана пришли в Индию. И все мусульмане из Индии убежали в Пакистан. И тогда 3 миллиона людей было убито. Массакр. Массакр. Я встретил одну старую англичанку в Пакистане. Она была медсестрой. И она говорила, что тогда в Пакистан приезжали поезда из Индии. И полные, забитые просто мусульманами. И все там были, ну, у всех было отрезано. У женщин и у детей. У мужчин, женщин и у детей. И вот полностью эти поезда были полной крови. И был один там мужчина. И он разрезал в грудь женщин. А, отрезал. И он клал их в сумку. А, вот просто в сумку из-под картошки. И просто вот эту сумку на поезд. Они настолько грешные болеются люди. Вы можете себе представить? Этот мужчина умирал. И Гурюдев был в его деревне. И Гурюдев был в его деревне. С его Гурюдевом. И когда он умирал, он кричал, Я горю, я горю. Я горю. Я горю. Я горю. И он не мог произнести, потому что он был настолько грешен. Я горю. 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 и с уверенностью. Эльмира готова? Эльмира готова? Эльмира готова? Нарадамуни сказал, чант имя Рама. И вот тогда Нарадамуни сказал тому злому в альмике, он сказал, воспевай имя Рама. Ра-ма. Ра-ма. Чант Рама. Мара. Он не мог произнести Рама. Он мог только произнести Мара. Мара. Мара означает убить. Мара. 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 Ра-ма. Ра-ма. Понятно. И так вот он начал повторять просто Мара. Убивать. Так как он не мог повторить Святое Имя, потому что он был очень грешный, и он стал повторять вот это значение убивать. Мара. Мара. И постепенно. Мара. Мара. Ра-ма. Ра-ма. Повтори имя Кришны назад. На Кришну. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а. Поэтому Гурдех говорит, что Рама это достаточно просто повторять, но вот Кришна... Кришна's name... Потому что Кришна самый звездный такой, и его имя тоже такое. И таким образом Вармики повторял святое имя наоборот 16 000 лет. И мы думаем, что я уже чантил одну неделю, почему я не становился гофи? Он чантил без еды, без отдыха, без двигателя. Он повторял даже не принимая пищу, при этом не спал. Сидел на одном месте, не любился. Что ты делаешь? А че так поздно? Что делаешь? Трафик. Камон. Все приезжайте на метро. Мы приехали на метро в 30 минут. Мы приехали на метро в 40 минут. Окей, в любом случае, мы все пропустили. Ты все пропустил, к сожалению. Он повторял святое имя назад. Но все равно он достиг совершенства. Имя Рамы не отличное от Рамы. После 60 000 лет он стал произносить чистое имя Рамы. Что он увидел тогда? Рам. И он увидел Раму. И так как он повторял имена Господа Рамы, он увидел Раму. И тогда то, что он увидел в медитации, он записал все это, и получилась книга, и она теперь называется Рамы. Вы когда-нибудь слышали про книгу Рамы? Она написана в Вальмике. Джа нам Вальмике Хойлу Тападьян, Джа нам Аджамил Пойлу Мо Чан. Воспевая святое имя, Вальмике достиг всех совершенств. Аджамил достиг освобождения. Джа нам Сраван Шамсара Бандигучи. Просто слыша святое имя Кришна, привязанность к материальному миру уходит. Читая святое имя, это лучший способ очищения. Воспевая святое имя, это лучший способ, чтобы по-настоящему быть очищен. Я тег ваишнав саб кита навеш на джани аппана дехо аня джани кеш. Чанты на холи наем, the devotees forgot everything. И воспевая святое имя, преданные забывают обо всем. Джаи Кришна Мурари Макунда Ванамали, Ахани Сригай Сабхуе Кутахали. Day and night the devotees chant, Кришна Мурари Макунда Ванамали. These are names of Krishna. И все дни, весь день и всю ночь, преданные воспевают такие имена Кришны, как Мукунда Мурари. All night they chant the holy man. И всю ночь они воспевают святое имя. Until the next morning. До следующего утра. Си Кришна Четене Ниттенанда Чанда Джан, Бриндаван Дас Тачу Пару Югаган. Четене Маку, and the moon like Nityananda are my life and soul. Ниттенанда, это как свет луны, а в Гуранге, как моя жизнь и душа. Тачи меня, лотос фит, айофопринан. И касаясь их лотосных стоп, я предлагаю им свои пранама. Как Махапрабху совершал Акадаши? All night chanting the holy man. Он всю ночь воспевал святое имя. And what do we do? И что мы делаем? Всю ночь спим. Okay. Harakasla. Any questions? Вопросы есть? Any questions? Как улучшить воспевание святых имен более погруженно быть в этот момент? So how we should do our chanting better and to involve our mind better? Chant loudly. Нужно воспевать громко. Громко. If we chant loudly, your mind will not disturb you. Chant in front of tools. Chant in front of the deity. Либо напротив божеств. Any questions? Yes. Можно даже спросить, а как правильно читать? Несколько кругов подряд, или можно сразу много подряд, или можно на день разбить? So, and what is the better way to chant all the rounds together, all together, or you can chant time after time? All together is nice. Все вместе лучше. All 64. Straight away. Сидя в одном месте и воспевая, это лучше всего. С закрытыми глазами. Если вдруг найдет сон, можно встать и погулять. Then sit down. Потом, да, ну как бы чуть-чуть развеяться, походить. А потом опять сесть и дальше продолжать. Okay. Any questions? No. Oh, subject comes from Bershaki. My Bershaki. Chant in front of the screen. Chant in front of the screen. Question for questions. Yes. Yes. It's better to chant in front of deities, but if you don't have them, you can look at the picture. But, or, can you look at the picture of the water? No problem. Yes. What is better to look on Krishna's image, or? Both are good. Both are good. Both are good. We chant Harinam, focus on Krishna, no? But when we chant Harinam, все-таки нужно focus on Krishna. Okay. 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 Youind shaky. Yes. I'm a morning. Okay, can you just make sure that he's waiting for? Yes. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА